В эфире Большая Вести, мы продолжаем выпуск. Росстандарт разработал меры по борьбе с недоливом на заправках. Ко мне присоединяется наш обозреватель Наиля Скерзаде. Наиля, добрый вечер. Итак, что предлагают в ведомстве? Игорь, предлагают сразу несколько шагов для того, чтобы кардинально решить проблему с недоливом топлива. Во-первых, необходимо наделить Росстандарт правом проводить контрольные закупки на заправках в режиме тайного покупателя. Сегодня у ведомства таких полномочий нет. Также предлагается наделить надзорщиков правом инспекционных проверок. Это позволит на месте проверить подозрительную колонку. Достаточно сложно поймать за руку те автозаправочные станции, которые не доливают бензин и дизельное топливо, поскольку это манипулируется в момент отгрузки топлива. В начале июля Федерация автовладельцев России провела исследование автозаправок с целью выявления случаев недолива. Нарушения были зафиксированы на 76% проверенных АЗС. У некоторых автомобилистов вообще возникали абсурдные ситуации, когда, согласно выданным чекам, им заливают в бак объем бензина, превышающий паспортные показатели автомобиля. Топливомеры в автомобилях довольно примитивны. Погрешность в 3-5 литров считается нормой. В итоге в смену дополнительный заработок от недолива с одной АЗС может исчисляться сотнями тысяч рублей. Причины у этого могут быть разные, в том числе и нарушения со стороны сотрудников заправок. С совместными усилиями с теми, кто владеет этими заправками, можно будет установить и соответствующую ответственность для самих должностных лиц этих автозаправочных станций, потому что они тоже должны отвечать за то, что они, по сути дела, совершают преступные действия. Еще одно предложение на законодательном уровне разрешить проведение внеплановых проверок недолива топлива. Сейчас проводить их можно только если есть информация об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан. А в случае с недоливом бензина это не доказать. Поэтому в таких ситуациях прокуратура отказывает проведение внеплановых проверок. Хотя только в Центральном федеральном округе в прошлом году почти половину всех претензий граждан на заправках составили жалобы на недолив топлива. Если, допустим, два и более раза проверили заправку и обнаружили, что в разных случаях появляются такие нарушения, то тогда будет составляться административный протокол и будет выноситься постановление о наложении административного штрафа. В отношении мошенников Росстандарт предлагает ввести оборотные штрафы за недолив. По такой же схеме заправки сейчас наказывают за некачественное топливо. Владельцы АЗС, которых ловят на этом нарушении, платят в казну от 1 до 3% от годовой выручки. Спасибо. Это была моя коллега Наиля Скирзаде. Продолжение следует...